итак в общем сейчас начинается самое интересное то есть мы будем манипулировать игрой действиями игры то есть что мы хотим мы хотим в первую очередь конечно оружие когда не получить то есть мы идем на spawn game items выбираем класс берем сразу smg также амуницию к ней забиваем полностью тоже забиваем полный магазин позиционируем немножко так и естественно мы хотим когда-нибудь использовать это оружие то есть мы хотим чтобы враг появился ну самое простое конечно можно это сделать кнопкой кнопкой то есть исполним game button она у нас развернута так итак если мы хотим не коричневую например а синюю скажем то нам надо искать это в props button и например ну скажем скажем ну не желтую сказать скажем возьмем кей желтая кнопка у нас назовем эту желтую кнопку скажем так манипуляция в игре происходит в графическом редакторе скрипта мы можем выпустить его через tools director graph или просто нажатием кнопки d то есть нажимаем кнопку d здесь у нас дается возможность скриптовать графически то есть чтобы нам воспроизвести действие нам нужен в первую очередь триггер то есть инициатор действия у нас тут есть возможность выбирать несколько триггеров у нас есть гейтс из которые мы будем пропускать этот сигнал там например мы можем его замедлить или проверить как-то и соответственно само действие в общем мы хотим чтобы после нажатия нашей кнопки появился враг то есть мы добавляем триггер в source задаем название нашей только что созданной кнопки добавляем скажем небольшое замедление половину секунды так ну и что мы хотим в принципе этим добиться мы хотим чтобы отсюда вылетел вот то есть да кстати называем эту решетку но я ее уже назвал но мы называем ее типа или скажем называем trap door чтобы манипулировать в графическом редакторе конечно лучше называть объекты чтобы было потом понятно вообще разобраться итак нам сейчас нужен также бот добавляем бота медленного сразу разворачиваем его он у нас будет помнится в пассивном состоянии мы этого не хотим мы хотим чтобы он сразу на атаковал например окей то есть дописываем наш скрипт то есть нажатием кнопки мы хотим инициировать удаление trap door нажатием кнопки замедление удаление в тарге пишем имя нашей решетки соединяем сохраняемся компилируем тесту работает так в общем скриптинг работает на общем тут дофига в принципе в скрипте возможностей то есть также можно например иницией и инициировать всю эту тему тем что мы собираем оружие например то есть но для ли это немножко такая сложноватая тема то есть если мы хотим манипулировать айтемами то нам надо называть айтемы через alias то есть тут нам надо ввести имя скажем smg и назовем это и в редакторе добавляем trigger айтем он пик source чем мы там сказали smg то есть при взятии smg и мы хотим тоже инициировать например удаление этой решетки попробуем функционирует или нет сохраняемся компилируем тест да все работает просторы открыты экспериментируйте все дела так ну в общем как мы заметили бот просто падал до падал но не стоял на месте почему потому что у нас не было навигации для него навигацию мы делаем для ботов в следующем образом опять же правая кнопка спон навмеж то есть вот это наша навигация то есть опять мы видим что у нас тут появляются определенные модусы этого объекта нам надо активировать хоть какой из них навигация да немножко сложная тема сама по себе сильно многое сейчас не буду тоже описывать этим покажу просто как это делается то есть правой кнопкой снова то есть активируем этот submodus правой кнопкой исполним вектор навигация работает у нас треугольниками то есть вот у нас первый треугольник ну тут вот вот первая тема уже например появляется то есть каждая 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 ребро треугольника может граничить по моему с одним ребром следующего треугольника ладно увидим короче так чтобы прибавить следующий треугольник мы активируем две кнопки ребро которое у нас уже есть и вспомним следующий вектор вектор на промазал немножко так добавляем еще один вектор так где у нас тут до двери снова два маркируем снова маркируем маркировать конечно вот сюда я только tex в общем вот у нас навигация то есть сейчас бот будет на нас нападать так как мы создали для него по полной площади комнаты навигация то есть он преследует нас сейчас везде окей ну короче что тут долго еще говорить в общем включайте фантазию дофига возможностей в редакторе то есть абсолютно много все описывать просто займет ужасно много времени в последней части будет небольшое описание как сделать из этого полноценный мод и загрузить в воркшоп стима до следующих встреч